Пришла на пляж, хотела искупаться. Вы посмотрите, что творится. Как далеко ушел этот наш Соланд пролив. Ну, он ровно в половину уменьшился. Вот что творится, когда вода уходит и отлив. Видите, люди бедные ходят там, бродят. Ну вот, некоторые даже здесь в лужах плескаются. Это пляж, это у нас отлив такой. Сегодня температура, написано было плюс 28, но по-моему уже за 30. Потому что жара невыносимая. Все сгорело в Англии. То ли дело, конечно, когда полная вода. Красота неописуемая. Ну да ладно. Всем привет, друзья. Вы на канале Жизнь на юге Англии. Меня зовут Галина. И сегодня я хочу поговорить с вами, знаете, о долгожителях. Почему в Англии люди живут так долго? Я показывала вам до этого в прошлом своем видео женщину мэйч, которой 103 года, которая ходит на своих ногах. И вот еще, к тому же, там заметили у нее мои внимательные зрители, что она тележку везла. И у нее там даже бутылочка красного вина в тележке. То есть, вот представляете, что еще и винишка попивает в таком возрасте. Кто-то сказал, что, ну, наверное, там у вас хорошее вино. Поэтому вот так я хочу сказать, что это была встреча наша в Теско. Теско у нас магазин такой, знаете, для среднего класса. Там вина хорошего не найдешь, сразу могу сказать. Поэтому вино вот как раз суррогатное у нее и было. Но, тем не менее, может быть, знаете, немножко так для тонуса и нормально. Да и врачи вроде рекомендуют. Бокал хорошего вина никому не помешает. Но, вы знаете, наверное, дело не в вине. И, конечно, вот спрашивают у меня очень часто мои зрители, так а в чем же вот причина долголетия английских людей? Я об этом тоже задумывалась. Вы знаете, вот самое-то интересное, что и медицина здесь, вы знаете, оставляет желать лучшего. И это не только мое мнение. Это, послушайте, блогеров, которые живут в Англии. Они все сетуют на английскую медицину. Так в чем же, в чем же секрет долголетия англичан? Я, вы знаете, уже нашла ответ. Усаживайтесь поудобнее. И давайте послушаем. Я вам расскажу все, как на духу. Знаете, когда я возвращалась из своего путешествия в Венецию, я обратила внимание, это вот я еще в Англии. Только-только ждем ферри, переправы. Так вот, посмотрите на этих двух прекрасных англичанок. Посмотрите повнимательнее, сколько, на ваш взгляд, им лет. Ну вот, ухоженные они, конечно, стройненькие, симпатичные. Но видно, что этим женщинам, наверное, где-то уже за 70 лет. Тем не менее, вот они, видите, тоже собрались вдвоем, куда-то путешествуют. Я о чем хочу сказать. Очень-очень английские люди инициативные. Они даже в пожилом возрасте постоянно путешествуют. Даже их не смущает, если какие-то проблемы у них с передвижением. Можем увидеть мы много, допустим, даже на креслах этих колясках, вилчая, как здесь называется, инвалидных. Все равно люди путешествуют везде. Вот это, наверное, понимаете, первая такая причина. Долголетие англичан. Первая причина – это ты. Та-да-да-да-да-да-да. Все мои мечты. И я недаром вспомнила эту песню. Потому что вторая причина долголетия англичан, что они активны не только в путешествиях, они активны во всем. В том числе и в своей личной жизни. Я даже не побоюсь сказать, что в сексуальной жизни они, а также активны. И вот, вы знаете, я ведь много рассказывала вам отношения после 65-ти. И вот, знаете, конечно, не все это воспринимают так, как говорится, как надо. Многие пишут, что куда, чего, старые, больные, какой там секс, как вам, что вы можете тут еще нам вот это все рассказывать, ерунду. Но, тем не менее, я то, что вижу вокруг, то вам рассказываю. Просто другая жизнь, другой менталитет. Я не устаю об этом говорить. И вот, опять же, вот такие вот активные сексуальные отношения, тактильный контакт людей. Понимаете, то, что они не чувствуют себя одинокими, покинутыми, никому не нужными. Совсем другое ощущение жизни у людей. И это еще один резон долголетия англичан. Ну и, пожалуй, самый главный, не последний, но самый главный резон. И ответ на вопрос, почему англичане живут долго. А вы знаете, какой у англичан по жизни девиз? Enjoy your life. Наслаждайся своей жизнью. Enjoy your life. Вы можете слышать везде и повсюду. Вот, наверное, одно из первых слов, которое я услышала, когда я только приехала в Англию. У меня все спрашивали. Are you enjoy? Are you enjoy? Я не могла понять, о чем речь. Но оказалось, что у меня спрашивали. Наслаждаешься ли ты? Нравится ли тебе? Enjoy your life. Make your life happy. Можно еще сказать. Сделай свою жизнь счастливой. Вот, вы знаете, для нас, кажется, это все просто слова. Но на самом деле они действительно стараются так жить. И они не хотят ни о чем переживать. Вот не знаю, хорошо это или плохо. Мы здесь тоже обсуждали. Часто говорили об этом с моими, конечно же, друзьями. И с моими русскоговорящими здесь людьми, у которых вот такой менталитет нашего Советского Союза, скажем так, немного другой. И я по этому поводу приведу вам пример, который меня, конечно же, тоже поражал в свое время. И я много тоже думала и размышляла об этом, а правильно ли это или нет. Ну вот давайте послушаем и с вами тоже поразмышляем. Вот, например, как они провожают в последний путь своих родственников. Церемония прощания. Как происходит? У них никто там не плачет, не рыдает. Редко-редко кто, выйдя там на трибуну для последнего слова об умершем, может смахнуть набежавшую слезу. Обычно хоронят людей в закрытом гробу. Сверху красивый букет цветов. Гроб стоит впереди на постаменте. Обычно это происходит отпевание такое. Приходят люди, рассаживаются где-то в церкви. Очень удобные места. Им всем дают программу. Им всем дают слова, прощальных песен, гимнов, как у них это называется. И священник английский, он читает проповедь. Потом выступают по очереди какие-то родственники, друзья умершего. Стоит его фотография. Вспоминают только хорошее о нем. И вот знаете, никаких слез, рыданий и вот созерцания умершего, которое порой, вы знаете, для родственников очень тяжело. А у них нет спокойно и свободно. Я помню, вот удивилась, когда меня встретили родственники умершего. Мы приехали вот на его фьюнерал, на его прощание. Значит, там должна была быть вот специальная служба. И когда я прихожу, я там на свое лицо повесила такую скорбную мину. И я подхожу, а там все улыбаются мне навстречу. Сначала я даже недоумевала, спрашивала мужа своего, почему так происходит. Он сказал, что считается, что человек пожил достаточно, что Бог его забрал. У него была очень достойная жизнь. А сейчас он ушел к Богу. Как, впрочем, вскоре уйдем и все мы. И нам остается только жить и вспоминать этого человека добрым словом. Но не рыдать, не разрывать себе сердце и душу, вспоминая, как он безвозвратно ушел. Странная история, не правда ли? И покажется, наверное, многим даже непонятное. Да и я тоже недоумевала, когда я приезжала и вижу закрытый гроб стоит. Я еще тоже спрашивала у мужа, уверены ли вы, что там лежит именно тот человек, тот покойник, которого мы все провожаем и тут отпеваем. Может быть, там вообще другой кто-то. Но он сказал, боже, Галина, что у тебя за мысли? Конечно же, там лежит тот, кто нужно. Да и вообще, такого никогда не бывает, чтобы перепутали покойников. Ну, я пытаюсь тут, может быть, неуместно шутить. Но я же, вы помните, не хочу никого загонять в депрессию такими грустными словами и рассказами. Помните же, да? Enjoy your life. Слезами и истериками уже покойнику не помочь. А вот достойная память о нем сохраняется так или иначе. Ну и жизнь продолжается. Вот так вот считают англичане. Согласны вы с этим или нет? Я бы хотела тоже услышать ваши комментарии. Но вернемся к англичанам. Англичане поняли, что самое главное для того, чтобы жизнь продлить, это делать все, что тебе нравится, наслаждаться своей жизнью. Еще раз повторяю. Вы знаете, я вот здесь уже давным-давно живу в Англии. И я пытаюсь как-то тоже учиться тому и перенимать то, что действительно стоит перенимать. А уверяю вас, здесь такого много. Вот, к примеру, англичане стараются избегать скандалов. Даже если сталкиваются с какой-то грубостью, может быть, на улице или, может быть, даже в семье. Вы знаете, они как-то просто уходят, закрываются и не отвечают на эту грубость взаимно. То есть не включаются в этот процесс и таким образом сохраняют свои нервы. И получается, что у нас все болезни и все проблемы, они именно от нервов и от нашего внутреннего состояния. Я тут, кстати, хотела вам рассказать о том, что у меня происходит. Все никак я не могу найти время рассказать вам о том, что у меня в личной жизни происходит. Это происходит, я уверяю вас, очень много, много чего изменилось. Ну и вот, в частности, я познакомилась с одним англичанином. И как-то, знаете, у нас так, в общем-то, завязалась какая-то с ним сначала переписка, потом, значит, встреча произошла. Вот мы тут общались очень много. Ну и потом что-то такое мне, вы знаете, не понравилось. И после нашей встречи он мне звонит, спрашивает, как? Как ты, конечно же, сразу сказал, что вот ему так было приятно, опять же, как обычно. Я наслаждался, спасибо большое, наша встреча так прекрасна. А ты как себя чувствуешь? Ну и я, конечно же, тут решила, ну как же я ж должна сказать. И я включилась, начала ему говорить что-то, то, что мне не понравилось, привязалось к какой-то ерунде. Я говорю, 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 он молчит. Я спрашиваю, а ты чего молчишь? Он мне говорит, так я даже и не слушаю то, что ты говоришь. Я понял, что ты говоришь обо мне плохо. А я хочу тебе сказать, я не хочу слушать плохое о себе. Я не хочу слушать, что я плохой. Вот такие дела. Вы знаете, я сразу потеряла просто даже нить. То, о чем я говорила, я онемела. Во-первых, он очень спокойно отреагировал. Во-вторых, то, что он сказал. Вы знаете, я потом быстро попрощалась, положила трубку. Мне сразу стало так стыдно, я думаю, а что это я и правда. Какому человеку понравится слушать плохое о себе? Вот вы знаете, мне так понравилось, что я решила, ну да это тоже будет моим девизом. Я не хочу слушать плохое о себе, потому что это меня расстраивает, понимаете? Ну и на самом деле он прав оказался, потому что на следующий день у меня все это прошло. И опять мы с ним, как ни в чем не бывало, встречаемся. Ну а чего бы было хорошего, если бы он начал мне отвечать и начался бы какой-то скандал, понимаете? Нервы друг другу потрепали. Зачем? Так что вот, друзья, я не хочу слушать, что я плохая. Теперь это мой девиз. Знаете, хотя у меня вот я бросаюсь в такой порой бывает мазохизм, что мне какие-то тут пишут, вот иногда я возвращаюсь к своим зрителям, мне пишут какие-то плохие комментарии, я начинаю их читать и перечитывать. Расстраиваться невозможно. Ну вот зачем мне это? Я все, я не хочу слушать ни от кого, что я плохая. Я хочу жить долго. Так, ну опять же, я развеселилась, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось то, что я вам сегодня рассказала. И я надеюсь, что вы поняли ответ на главный вопрос. Почему англичане живут долго? Потому что они наслаждаются жизнью. Давайте и мы пробовать жить именно так. Ну, по крайней мере, по мере возможности. Наслаждаться жизнью. Enjoy your life. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Я обещаю вам, promise, promise you, что я обязательно в следующем своем видео расскажу вам о моих новостях. Всем всего доброго. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok